Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футболка Жизни, мы продолжаем нашу карьеру за Миланский Интер. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал и игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад, если их там увидите. Ну что ж, друзья, я немного приболел. Ролики выходят в том же график, как и были, потому что некоторые записывал наперед, но вот стали заканчиваться, поэтому решил записать, пока более-менее себя нормально чувствую. По голосу, может быть, и слышно, что вот болею, поэтому вот как-то так. Надеюсь, скоро пойду на поправку, но пока что через вот эту вот трудность с голосом продолжаю записывать ролики. Ну что же, сегодня у нас месяц январь в карьере за Интер. Много у нас сегодня роликов, не роликов, матчей будет, да, давно вот не записывал. Ну, шесть матчей, специя выездная игра, домашняя против Калери, кубковая игра против Торина, дома играем. Ну и также дома Самбдори, выезд Удинеза и дома против Джена. Ну что же, у нас сегодня также Ирвинг Лозана на базе, вот. Но также у нас два дисквалифицированных, ну как бы отбывающих шкринера. Красная карточка, Гинтер на травме. Я не знаю, как сейчас здесь. Вот здесь давайте посмотрим насчет Гинтера, надолго ли он. Восемь недель, но это значит два месяца, еще более-менее. Ну вот посмотрим, играем против спец, они идут на семнадцатой строчке, поэтому давайте вторым составом и выйдем. Ну, а кто здесь у нас? Здесь шкринера уберем с красной карточкой, возьмем Деврая. Так, я сейчас посмотрел, Лозанна играет, я так понял, на своей позиции, у него ПФА. Давайте вот так вот он будет на ПФА, все. Так, Санчеса тоже там чуть-чуть пониже. ЦФД. Также из-за того, что нас забрали Хуакина Каре, Кареу, я не знаю теперь, кто будет, вот, играть на этой позиции. Правда, либо кого-то мне придется отзывать из аренды, вот, правда. Так или... Нет, вот этого, кстати, можно посмотреть. Идея Сальседа, как вариант. Денег у меня вообще, в принципе, сейчас нет. Я обменял именно Лозанна на Лазаро, вот, поэтому у меня сейчас вот тут какие-то копейки, просто остались, поэтому и забрали у меня Хуакина Каре. Сказали, что он у вас плохо проводит время в аренде. Очень странно, хотя он одинаковое время, как и все остальные, играл. Поэтому, скорее всего, давайте вот Сальседа этого. Мы и, ну, 20 лет ему рейтинг 71, отозвать из аренды за 132 тысячи, да. Посмотрим, что он, в принципе, из себя будет представлять. Так хотя бы у меня не будет пропадать ведь молодежь. Так, он тоже, кстати, ФДшник. Это плохо на самом деле, но да ладно. ПФД. Санжес ЛФД. Вот, все. Ну, будем так играть. Посмотрим, что из этого выйдет. И выездная игра против Специи. Состав на ваших экранах. Поехали. Ну что же, Специя против Интера. Поехали. Сальседа неплохую передачу отдает. Санчез. Через Димарко неплохо. И Димарко забивает гол за Интер. Если я сейчас не ошибаюсь, Димарко вроде вообще первый гол-то и забил за Интер. Сейчас посмотрим. Да, это его дебютный гол в дебютной же игре за Интер, поэтому супер. Так, Сальседа неплохо. Разбирается одним с другим. И забивает гол. Кстати, мы же его из Специи-то и забрали вроде Сальседа. Поэтому он еще и дебютный гол за нас забил. Ну и ворота команды. В которой он был в аренде сейчас. Так, Санчез хорошая передача на Сальседа. А тот забивает дубль. Вот так вот неплохо у нас раскрывается молодой парень. И все, финальный звездок. Уверенная выездная победа. Разгромная. И вот наш Сальседа, который полгода отыграл в Специи, забил им дубль. Поэтому он знал их. Наверное, вот слабые стороны, поэтому и забил. Лучшим стал Сальседа. Санчез, кстати, отдал три голевые передачи. Ну и по XG мы наиграли на эти три мяча. Специя даже на один не смогла наскрести. Так, Рауль Гарсия. Да, он к нам перешел. Значит, я зря вот этого вот Сальседа возвращал. Поэтому сейчас мы посмотрим, во-первых, вот этот Гарсия. Что он? 68. А он мне и не нужен тогда, получается. Как его вот завершить аренду? Да, я просто потратил лишние деньги и забыл про то, что брал кого-то в аренду. Но в итоге этот Сальседа мне намного больше нравится. И по рейтингу чисто паренек мне подходит. Так, предложение по Брозовичу. Ювентус хотят его забрать и обменять на Бентакура. В принципе, если бы не рейтинг и вот такой вот дисбаланс в 5 единиц, мне кажется, можно было бы и обменять, но в любом случае нет. Так, и перешеча хотят подписать в порту за 16 миллионов. Тоже нет. А, перешеча-то мы, кстати, выставляли, да. Что-то я это забыл. Вот опять же. А кто будет играть-то тогда вместо перешеча у нас? Мы Демарко и Челхануглу там, да? Все, я понял. Поэтому это минус мой, что я сейчас не продал перешеча. Так, предложение по шкринеру. Его мы не продавали и не выставляли никуда. Аякс хотят за 42 миллиона. Маловато, прямо очень. Еще и в обмен на Бергуиса, которому 30 лет. Нет. И Лаутара Мартинес хотят обменять на Луиса Суареса с доплатой. Тоже нет. Так, предложение у нас по Сенси. Его мы тоже не продавали. В Реал Соседат в обмен на Элустонда. Чисто тоже и возраст. Он старше на год и рейтинг. И вообще позиция для меня не подходящая, поэтому нет. Ну что же, сейчас у нас домашняя игра против Калери. Они идут на девятой строчке у нас. А, сейчас даже, мне кажется, это и не получится. Нам, да. Потому что не знаю, почему какой-то вот этот баг, что нельзя будет потом поменять именно в меню. Надо обязательно вот здесь. Давайте Дамфриса выпустим. А на скамейку запасных. Тогда у нас пойдет Бастони. Ну что же, Интер против Калери. Поехали. Ну что же, Интер Калери. Мы на Сансиро. Поехали. Лаутаро. Отличный Джеков. Выход один на один для Лаутаро Мартинос сейчас сделал. Ну, а аргентинец выводит Интер вперед. Лаутаро Мартинос. Неплохо. Хорошая передача какая на Эриксона. И Кристиан Эриксона делает счет 2-0. Перед самым перерывом мы увеличиваем наше преимущество. Басниц. Неплохо справляется. Доминик Берарди. Хорошая передача на Кристиана Эриксона. Эриксон. И под Берарди, под его удары. Отлично. Очень хорошо сейчас просто распасовались. В штрафной на пятачке. Делают счет 3-0. Лаутаро. Замечательно. Через Эриксона. А тот и забивает Джеково. 4-0. 75-ая минута. И вот так вот. Все-таки Хередия еще и забивает. Не знаю, гол престижа. Либо поможет им как-то побороться как минимум за ничью в этом матче. Посмотрим. Который только забивал гол в ворота Интера. Здесь уже попадает мяч. Не выходит на уголы. Его меняют. Кевин Стротман выходит. А вот здесь вот никто не держал Лаутаро Мартинеса. И тот забивает все-таки. Не с первой, так со второй попытки. Мартинес вроде как забивает дубль сегодня. 85-ая минута 5-1. И все. Финальный свисток. Разгромная победа. 5-1. Интер переиграл Калери у себя дома. По XG мы наигрывали на 8 мячей. Калери ровно на свой 1 наиграли. Ну и лучшим игроком матча признан Лаутаро Мартинес. Он забил сегодня дубль. Также 10-0 оценку получил Джека. Гол плюс пас у него Эриксен с оценкой 9-8. 1 гол и 2 голевые передачи. Берарди 8-9 гол плюс пас. Ну и Ханданович самую низкую оценку получает. Наверное, из-за того, что пропустил с единственного удара по воротам. Так, в итоге снова нам приходит предложение. Теперь уже от Баруси Менхен-Гладбах по Ивану Перещу. Я не знаю, стоит ли поднимать стоимость. Давайте попробуем. 18 миллионов сейчас попробуем с этой стоимости начать. Если нет, будем ниже пытаться. Так, ну 16-900 мы запомнили. Так, 18 миллионов. Давайте, так сказать, ни вашим, ни нашим. 17-600. Да, супер. Баруси Менхен-Гладбах устроила. Такая стоимость. Надо даже получиться больше, чем спорту. Взять денег. Поэтому Переща мы тоже решили оставить в топ-5 европейских чемпионатах. Так, Бастони. Ну, вроде как Португалия сейчас даже выше, чем Франция. Но не суть. Для меня всегда будет, что Португалия это шестая лига в Европе. Вот. Так, Бастони. В Челси мы отклоняем. Так что мы не готовы прощаться с ним. Так, приходит предложение по Хондану. Ну, и что, в Редбулль Зальцбург хотят его нам обменять на Камила Пьетковски. 21-летнего центрального защитника. Я не знаю. Мне кажется, это очень даже глупо. Хоть у нас и Хонданович на старости прям такой уже. Но в любом случае туда мы его бы не продали. Ну, что же. Вторым составом мы все-таки выйдем на этот матч. Интер против Торино. Поехали. Ну, что же. Мы снова на Ценсира. У нас 1-8 кубка Италии. Встречается Интер против Торино. Надо через центр как-то пробовать. А вот и Сальцеда. Молодое дарование Интера. Забивает гол еще и в Кубке Италии. Ну, что же. Сальцеда, я надеюсь, у нас прям раскроется за эти последние полгода в нашей карьере. Ну, и никто не встречает. Почему бы не двигаться дальше самому? И подать можно было на дальнюю Санчес головой. И это 2-0. Как сейчас шикарно сыграл, во-первых, Ирвин Клазана прошелся по флангу. И подача была точно на голову Чилийцу. Через Санчеса. Очень хорошая передача здесь. Сэнси. И Димарко делает еще счет 3-0. Вот просто отличное подключение нашего флангового игрока. Ну, и супер. Он еще и дебютный в Кубке Италии за нас забил. Переиграть вратаря. Санчес. Видаль. Что творит Видаль. Еще и Видаль забивает. Ну, как это шикарно сейчас. Просто телепатическое какое-то у него сейчас было. Телепатическая связь с мячом. Чутье вот это. Просто на микро каком-то контроле. Он это сделал. Смотрите. Держит мяч. Никто к нему не подошел. И очень резко. Будто. Раперист. Пронзил этим ударом вратаря Торино. Замкнуть не получилось. В итоге все. 4-0. Интер проходит Торино. На стадии 1-8. Кубка Италии. Посмотрим на нашего возможного. А может быть уже и точно. Нашего соперника в четвертьфинале. Так. По XG мы наиграли ровно на 3-8. Ну округляем 4. Вот у Торино 0-5. Округляем на 1. До 1. Поэтому могли тоже нам забить. Не получилось у них. По оценке лучшим стал кстати Лоза на 8-4. Отдал голевую передачу на дну. Видали. Сальседа. По одному забитому мячу. Так же как у Алексея Санчеса. Димарко. Гол плюс пас. И Сэнси отдал одну голевую передачу. Хуже всех отыграл Дамфрис. 6-6 у него оценка. Ну что же. Рома прошла Ферентину. Ювентус. Специю. Сам Дорио по пенальти обыграла Болонью. Наполе 3-1 обыграли Дженуа. Милан прошли Хелос Верону. Ларцуо прошли Калери. И Сосово прошли Аталанту. Поэтому вот такие вот интересные соперники у нас могут быть в 4-й финале. Так. Перешеч продан. Изменения в расписании. Скорее всего из-за кубка. Так. Ну и добавили нам 250 тысяч евро. Так. Ну и у нас сегодня еще одно пополнение. Мы играем с Наполи в кубке Италии. Вот в 4-й финале нам попался именно этот клуб. Поэтому прислит нам сегодня еще одна сверху игра. Так. Предложение по Дамфрису от Челси. То они у нас в Бастоне сначала хотели купить. Теперь уже до Дамфриса дошли. Так. Предложение по Боррелли. 107 миллионов. Предлагают за него вот тогда. Ну все-таки в 24 года. Рейтинг 86. И рыночная сейчас у него цена 92 миллиона. Ну что же. Из-за того, что у нас будет матч в кубке против Наполи. Мы сыграем с ними первым составом. А это значит, что Судинеза будем играть вторым. А Сабдори сейчас первым. Поэтому Интер против Сабдори. Поехали. Ну что же. Мы снова на Сансира. Интер принимает Сабдорию. Поехали. И вот отличный момент. Лаутара Мартинес выводит на бьющую позицию Эдина Джека. И боснец вводит вперед. Интер. Джека. Отлично. Хорошая передача. Здесь еще и Лаутара Мартинес. И сразу же второй пошел. Лаутара Мартинес забивает второй гол Интера сегодня. В итоге все. Финальный свисток. Со счетом 2-0 Интер обыграл Сабдорию. По их джиму сейчас должны были их наверное крупнее обыгрывать. Но как получилось, так получилось. Так. На 4 мяча мы наиграли. Сабдория на 1. Но забить к сожалению им не получилось. Так. Ну и лучшим игроком признан Лаутара Мартинес. У него гол плюс пас. Также и Джека у него гол плюс пас. Но вот оценка чуть похуже. Хуже всех отыграл Шкринер. Оценка 6.4. Так. Пришло предложение по Деврею. Деврайю. Лацо хотят обменить на эскаланты. Ну вот. Просто бред. Ну что же. Матч Удинеза-Интер. Мы будем играть вторым составом. Потому что следующая игра у нас в кубке против Наполи. Поехали. Ну что же. Удинеза-Интер. Мы на выезде. Поехали. Это было очень даже давно. Так. Сальседа. Неплохо. Через Санчеса. Как Санчес сейчас разыгрался и забивает ворота своей бывшей команды. Праздновать мы, естественно, не будем. Так. Делефе. Опасный момент. И вот так вот Удинеза сравнивает счет. Просто переиграли нашу оборону. Камара. Неплохо. Сенси. Очень хорошо Сальседа. Выводит вперед Интер. Вот. Раскрылся этот парень у нас. Замечательно. И хорошая передача сейчас на Сальседа. Тот как шикарно забивает. 3-1. И это дубль Сальседа сегодня. Ну что же. Уверенная выездная победа. Со счетом 3-1 мы обыграли Удинеза. По Икс-Джиму наиграли ровно на три мяча. Удинеза, кстати, на два. Так что победа должна была быть у нас минимальной. Лучшим игроком признан Сальседа. У него дубль плюс голевая. Санчес гол плюс пас. И одну голевую отдал Сенси. Хуже всех отыграл Дамфрис. 6-2 у него оценка. Ну что же. Четвертьфинал Кубка Италии. Мы играем против Наполи. Выйдем, естественно, стартовым составом. Ну что же. Интер-Наполи. Четвертьфинал Кубка Италии. Поехали. Ну что же. Четвертьфинал Кубка Италии. Мы снова на Сан-Сиро. Интер-Наполи. Поехали. Эриксон неплохо. Через Челхану Глу. И Хакан забивает. Отлично. 32-я минута. 1-0. Челхану Глу набирает скорость. Ведь хорошую передачу на Джека. Пас на него. И... И это 2-0. Уже в большинстве. Интер забивает еще один мяч. А ворота Наполи. Берарди неплохо. Борелла. И... И Лаутару Мартинес забивает еще один мяч. И Интер делает счет 3-0. Лаутару отлично справился. Но это выход 1-1. Даже Кулебали уже не успевает. И он остается неудел. Лаутару делает дубль. 4-0. 89-я минута. Так, Джека. Тоже пытается сейчас пройти. Но нет, все. Финальный свисток. 4-0. Наполи проиграли Интеру. Тем более, еще я Семьен в первом тайме получил две желтые карточки. И в итоге Наполи без своего лучшего нападающего остались на поле. Мы наиграли на 6 мячей. Наполи на 2. Но, в любом случае, разница в 4 мяча сохранилась. По оценке лучшим стал Лаутару Мартинес. Здесь Синоль. У него дубль. Челхану Глуи Джека. Гол плюс пас. Баррелла и Эриксон. По голевой передаче. Хуже всех отыграл Ханданович. 6-3 у него оценка. Так, у нас снова предложение по Деврайю. Атлетико Мадрид предлагает обменять его на Филиппе. То есть, на более возрастного еще и игрока. С рейтингом-то, в принципе, неплохим. Но еще и доплата очень маленькая. Поэтому я даже торговаться не буду. Так, снова изменение в расписании. Скорее всего, из-за полуфинала Кубка Италии. В 2 матча он будет. 500 тысяч мы получили за выход в полуфинал. Давайте посмотрим на нашего возможного соперника. Да невозможного уже точно. Мы будем играть против Милана. Это интересно. У нас, во-первых, в Кубке игра. Потом еще будет в чемпионате сразу же. Поэтому вот. 2 полуфинальных матча в Кубке Италии. Итак, предложение уже нормальное. Более-менее по стоимости уже от Манчестер Юнайтед. Но мы отклоняем. Снова по Дев Райю. Так, предложение по Лаутару Мартинесу. 101 миллион от Лацо. Еще и хотят добавить нам снова, кстати, Эскаланта. Я не помню. Они вроде взамен Дев Райю предлагали уже этого игрока. Но нам он не интересен. Ну что же, последний матч на сегодняшний выпуск. Играем против Дженуа. Они идут на 12-й строчке. Мы сыграем, значит, вторым составом. Интер-Дженуа. Поехали. Ну что же, серия. Интер-Дженуа. Мы снова на Сенсиро. Начинаем. Видали неплохо. Комара через Сенси. И вот. Какой хороший пас. И Сальседа снова забивает. Он забивает у нас вроде в каждом матче, когда выходит на поле. Просто шикарная статистика у парня. Неплохо. Можно дальше проходить. Алексей Санчес. Супер. И в дальние это 2-0. 23-я минута. Сенси. И все-таки забил. 3-0. 27-я минута. И какой дальний удар из Тракоша. Опять руки салфетки. Мы пропускаем на 44-й минуте. Что вообще это был сейчас за момент? Позволили пробить, но дальняя такая дистанция. Тут и Комара как-то низко прям сел. Ну а с Тракоша просто опять же какое-то посмешище. И снова он отдал в этот раз уже точную передачу на Ирвинга Лозана. Лозана прострел. И Сальседа забивает. 4-1. 84-я минута. И Сальседа хорошую передачу мог сейчас отдать на Лозана. Но здесь вот Интер дальше продолжает атаку. Нет. Все. Разгромная победа Интера. 4-1. И снова в большинстве в этом матче уже была прямая красная карточка. Так что вот как-то так. По XG мы должны были забивать 5 мячей. Дженуа на свой 1 гол все-таки наиграла. Лучшим игроком признан Сэнси. У него гол плюс 2 голевые. У Сальседа 2 забитых мяча. Санчес гол плюс пас. И голевую отдал Ирвин Клазана. Не голевую, а худший самый игрок. У нас это Дамфрис. Ниже оценку он получил даже ниже шестерки. 5,9. Так. Сборная Швеции предлагает нам стать их главным тренером. Мы отклоняем. Так. Хорошая работа нам сказали. Мы выполнили финансы. За один сезон подпишите ключевых игроков в количестве двух. И получите прибыль в размере 50 миллионов. Я не знаю что я сделал. В принципе. Но вот как-то странно что именно мне сейчас решили это оповестить. Так. Предложение по Бастоне. В последний час трансферного окна. Хотят его подписать в Марсель. Мы отклоняем. Ну что же. Главные сделки. Это иммобили. Он ушел из Латсо в Атлетико Мадрид за 102 миллиона. Можем округлять 103. Дальше Топсобо ушел в Ювентус за 75 миллионов. И Стонс перешел за 52 миллиона в Баварию. Что по нашим сделкам. Так. Я не помню мы в какой вообще там стороне. Наверное не в этой. Да. Мы только продали перешеча и все. То есть мы никого и не подписывали. Лозанна наверное засчитан был. Все таки предконтрактное соглашение. Вот мы его еще в декабре вроде подписали. Так. Отчет о молодежном составе. Но здесь они пока что еще как-то не прокачиваются. Поэтому ждем. Так. Ежемесячный отчет скаута. 81 нам не подходит. 71 тоже. Пьер Ричи. Добрый день. Не подходит. Эммануэль Ричи. Брат наверное. И Винсенцо Соррентино. Все. Троих игроков мы подписали. Ну а на этом все друзья. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей. И канал Футбол. Это же до новых встреч. Друзья всем. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok